Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня мы с вами должны поговорить о внутренней политике Советской России, а чуть позже Советского Союза в 1920-е годы, в годы НЭПа. В этот период во внутренней политике происходило достаточно много очень важных событий, в первую очередь связанных с борьбой внутри партии большевиков, с борьбой за то, кто возглавит партию большевиков, а значит и Советское государство, после смерти Владимира Ильича Ленина. Но сначала нужно сказать немножечко о другом. После того, как большевики победили в гражданской войне, после того, как была создана РСФСР, а затем началась подготовка к созданию СССР, большевики продолжали придерживаться идеи о том, что в советском государстве власть должна осуществляться через диктатуру пролетариата. А это значит, что все другие политические организации, которые идеи диктатуры пролетариата не разделяют, должны быть закрыты. И после гражданской войны в начале 20-х годов большевики окончательно устанавливают в стране однопартийную систему. Было арестовано несколько наиболее явных вид лидеров анархистских движений. Был распущен, ну точнее самораспустился, намекнули ему, чтобы он самораспустился, еврейский социал-демократический союз, бунт. Партия правых эсеров в 1922 году подверглась наиболее серьезным репрессиям, поскольку эти деятели себя запятнали не просто идеологической борьбой с большевизмом, а еще и участием в террористических актах, то немалое количество лидеров партии правых эсеров из тех, кто не уехал в эмиграцию, оказались на скамье подсудимых и более 10 из них были приговорены к расстрелу и многие к достаточно серьезным срокам. Процесс этот проводился открыто, далее после процесса над эсеровской партией должен был состояться аналогичный процесс и над партией меньшевистской, однако его большевики решили не проводить, ограничившись арестом и ссылкой в отдаленные районы в административном, внесудебном порядке наиболее ярких лидеров меньшевиков, которые еще оставались в стране. Кроме того, против меньшевиков в этот момент разворачивается достаточно серьезная пропагандистская кампания и на рабочих собраниях, и через газеты, и через радио, и через средства наглядной агитации, меньшевиков яростно критиковали, называя их наймитами мировой буржуазии и в конце концов своего добились. Слово меньшевик в советской России стало словом ругательным, соответственно партия меньшевиков оказалась разгромлена, ее остатки перешли на нелегальное положение и где-то к 25 году она фактически прекратила свое существование. Обоснование для всех этих мер, как я уже сказал, было вполне логично. Еще в августе 1922 года декретом Совета народных комиссаров и Всероссийского Центрального исполнительного комитета в ЦИК было установлено правило регистрации различных общественно-политических и культурных организаций, для которых устанавливалось ограничение. Их уставы и их политические программы, если они были, не должны были противоречить конституции РСФСР. Фактически это означало юридический запрет на деятельность других партий. Большевики были искренне уверены, что в условиях диктатуры пролетариата только одна партия должна осуществлять власть. В этом смысле очень показательные слова сказал в 1927 году один из известных большевиков Михаил Павлович Томский. В обстановке диктатуры пролетариата может быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии. Одна партия будет у власти, а все остальные в тюрьме. Вот такая вот позиция большевиков привела к тому, что в стране устанавливается однопартийная система и это в общем-то не случайно. Мы с вами знаем, что 20-е годы это эпоха НЭПа. Эпоха НЭПа, которая сопровождалась очень серьезными послаблениями, таким своеобразным поворотом в сторону капитализма в области экономики. В области политики большевики, основываясь на выводах Ленина после Кронштадтского восстания, на тех трех уроках Кронштадта, о которых мы говорили на предыдущей лекции, на одной из предыдущих лекций, большевики придерживаются достаточно жесткой позиции. В области политики явное ужесточение. Более того, именно в этот момент мы можем говорить о том, что фактически сращиваются понятия партии и понятия государства. Из гражданской войны партия большевиков вышла численно весьма увеличившейся. К 21 году ее численность насчитывала 730 тысяч человек и РКПБ. С 1925 года Российская коммунистическая партия большевиков будет называться ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков после образования Советского Союза. Так вот, РКПБ, ВКПБ фактически срослось с советским государством. Что это означало? Это означало то, что занять какой-либо государственный пост в СССР, а чуть раньше в РСФСР, можно было только в том случае, если ты являешься членом коммунистической партии. Почему большевики это сделали? Объяснения есть разные. Те, кто большевиков не любят, говорят, что это просто узурпация власти. Большевики, которые стремились к неограниченной власти, тут же ее, значит, и захватили и по полностью ей воспользовались. Однако есть и более логичное, на мой взгляд, иное объяснение, связанное с тем, что у большевиков категорически не хватало проверенных кадров. То есть специалистов, которые могли бы осуществлять государственное управление и при этом разделяли бы большевистские взгляды. И в этой связи у большевиков был очень простой выбор. Либо ставить на какие-либо государственные должности ненадежных специалистов царского времени, от которых всегда можно было ждать какой-либо измены, вредительства или другой пакости. Или надеяться на своих молодых коммунистов, пускай и не очень опытных, но зато верящих партии и выполняющих ее распоряжения. Вот эта вот нехватка кадров и обеспечила то, что на начальном этапе существования советского государства в основном старались, чтобы государственные органы занимали именно коммунисты. А потом это оказалось очень удобным, и уже в 30-е годы по сталинской конституции коммунистическая партия была провозглашена руководящей силою в советском государстве. Поэтому, когда мы с вами говорим о советском государстве, мы подразумеваем коммунистическую партию. Когда мы говорим про коммунистическую партию, мы подразумеваем советское государство. И совершенно неудивительно, что, скажем, тот же Иосиф Виссарионович Сталин, который очень долгое время не занимал никаких государственных постов в принципе, все равно считался руководителем Советского Союза, потому что был одним из руководителей именно партии. Поэтому, чтобы понять систему управления, а заодно и ознакомиться с некоторыми терминами, которые у нас частенько будут звучать дальше, мы должны понять, какова же была структура вот этой всесоюзной коммунистической партии большевиков, которая и стала, по сути дела, советским государством. По всей стране на каждом заводе, на каждой фабрике, в каждом селе создавались собственные партийные ячейки, первичные партийные организации, которые выбирали комитеты партии самого различного территориального уровня. Партия была действительно массовой и организованной по территориальному принципу. То есть создавались всевозможные уездные комитеты партии, районные, городские комитеты партии, областные, губернские. Когда в состав Советского Союза вошли союзные республики, стали возникать республиканские партийные комитеты. И вот эти-то вот партийные комитеты и выдвигали кандидатов на съезд ВКПБ. Съезд ВКПБ считался наиболее важным органом управления партией. Партия основывалась на принципах демократического централизма. Главные решения принимались большинством голосов на съезде. А сразу после гражданской войны съезды проводились ежегодно. Позже они будут проводиться с периодичностью раз в три, а потом и раз в пять лет. Потом будут долгие периоды, когда съезды вообще проводиться не будут. Но тем не менее в 20-е годы съезды проводятся достаточно регулярно. Съезд принимает наиболее важное решение, но он собирается не часто и не является постоянно действующим органом. Его делегатам надо возвращаться в свои территории и там проводить в жизнь генеральную линию партии. Поэтому для работы между съездами из числа делегатов съезда выбирался центральный комитет партии ЦК ВКПБ. Численность его была в конце гражданской войны 19 человек. Затем на 10 съезде партии в 21 году по инициативе Ленина. Центральный комитет увеличили до 25 человек. Но и вот этот вот центральный комитет, время от времени собирая свои пленумы, то есть собрания и принимая важнейшие решения, из своего числа выбирал главные партийные органы управления. Из состава центрального комитета выбирались органы, которые должны заниматься технической организационной бумажной работой. Это организационное бюро ЦК ВКПБ, Оргбюро и секретариат ЦК ВКПБ в составе нескольких секретарей. Центральный комитет выбирал и контрольные органы партии, Центральную контрольную комиссию ЦКК и Центральную ревизионную комиссию ЦРК. Но главным высшим органом, который по уставу партии определял основные политические направления деятельности, руководил политической деятельностью партии, принимал основные политические внутри и внешнеполитические решения, то есть фактически управлял и партией и страной, стал орган, который получил название Политическое бюро ЦК ВКПБ. Изначально первый раз политическое бюро было создано по инициативе Владимира Ильича Ленина в 1917 году для руководства Октябрьским вооруженным восстанием. В качестве постоянно действующего органа руководства партией Политбюро было создано в 1919 году и к началу НЭПа в состав Политбюро входили самые авторитетные лидеры большевиков. В первую очередь, конечно же, Владимир Ильич Ленин, ну а также Лев Давидович Троцкий, Иосиф Гастарионович Сталин, сладкая парочка твикс в партии большевиков, Григорий Евсеевич Зиновьев и Лев Борисович Каменев и время от времени некоторые другие большевики. Вот именно это политическое бюро в течение всего всей истории советского государства вплоть до распада СССР в 1991 году будет принимать основные управленческие решения, которые потом обсуждались и принимались или не принимались, такое тоже бывало, на пленумах Центрального комитета или на съездах ВКПБ. Вот такой была структура правящей в стране партии, которая сумела победить своих политических противников, но несмотря на то, что с СССРами и меньшевиками большевики в общем-то справились, внутри самой партии однозначного единства не было. Даже несмотря на то, что в 1921 году на 10 съезде партии большевики приняли решение о запрете каких-либо фракций, то есть группировок внутри партии, эти группировки явочным порядком все равно возникали. Тем более, что к концу 1921 года здоровье Владимира Ильича Ленина, общепризнанного лидера партии, всерьез пошатнулось, и уже в начале 1922 года он чувствует себя не очень хорошо, вынужден пропускать даже некоторые заседания на съездах партии. Ленин постепенно уходит в историю, его здоровье его подводит, и он устраняется от непосредственной политической работы, и внутри партии большевиков возникает понимание. Скоро Ильич уйдет, значит надо решать, кто будет руководить партией после Ильича. И мы можем сказать, что внутри партии выделилось несколько явных лидеров, каждый из которых занимал свою собственную позицию. Ну, в первую очередь это, конечно, Лев Давидович Троцкий, человек, который вообще-то большевиком стал позже всех остальных, только летом 1917 года, а до этого придерживался, скорее, меньшевистских позиций. Тем не менее, за годы гражданской войны Лев Давидович Троцкий показал себя очень ярко. Он был великолепным оратором, неплохим полемистом, неплохим теоретиком. Он руководил народным комиссариатом по военным и морским делам, то есть возглавлял рабоче-крестьянскую красную армию. И, естественно, среди командиров рабоче-крестьянской красной армии большинство представляли сторонники Льва Давидовича Троцкого. Троцкий занимал высокий пост председателя революционного военного совета, ну и фактически считался вторым после Ленина человеком в партии. Другой группировкой внутри партии большевиков была группировка, представленная Григорием Евсеевичем Зиновьевым и Львом Борисовичем Каменевым. Зиновьев и Каменев, близнецы браги, если можно так сказать, выступали обычно единым фронтом и тоже, в первую очередь, конечно, Зиновьев претендовали на лидерство в партии. Возникает после гражданской войны еще одна группировка, которую условно потом будут называть правыми. Во главе этой группировки стоял один из главных теоретиков партии большевиков «Золотое перо» партии Николай Иванович Бухарин, которого поддерживали заместитель председателя Совнаркома, ну то есть второй человек после Ленина в правительстве Александр Иванович Рыков и глава Советских профсоюзов Михаил Павлович Томский. И Зиновьев и Каменев, и Бухарин с компанией, и Троцкий так или иначе претендовали на лидерство, но была и еще одна группировка тех, кто провозгласил себя впоследствии истинными ленинцами. И вот если достаточно непредвзято анализировать теоретические работы, написанные представителями этой группировки, они, пожалуй, в наибольшей степени совпадают с тем, о чем говорил в последние годы своей жизни Владимир Ильич Ленин. Это группировка, сложившаяся вокруг Иосифа Викторионовича Сталина, где в составе политбюро на апрельском пленуме 1922 года к Сталину добавили еще двух его сторонников, Вячеслава Михайловича Молотова и Михаила Ивановича Калинина. После 11-го съезда партии, на которой развернулась очень серьезная дискуссия между сторонниками Ленинского курса и сторонниками Троцкого, по инициативе Григория Евсеевича Зиновьева для управления партийной работой было принято решение учредить пост генерального секретаря партии. Секретарь ЦК должен был заниматься очень неинтересной, очень скучной, нудной, но категорически нужной бюрократической бумажной работой. Готовить проекты различных постановлений, ЦК, политбюро, решения съездов проекты готовились, назначались на должности в те или иные партийные организации, те или иные партийные деятели. Кто-то должен был заниматься вот этой скучной работой, и именно человек, который занимает пост генерального, то есть главного секретаря партии, ну формально считался главой ВКПБ. Понятно, что неформальным лидером был Ленин, и пока Ленин был жив, ленинское лидерство практически не подвергалось сомнению. Ленин был суперавторитетен в этом смысле, но, как я уже сказал, здоровье Ленину не позволяло заниматься вот такой работой, для которой по меткому, хотя и не очень приличному выражению Льва Давидовича Троцкого требовалась настоящая каменная задница. И вот, прошу прощения, такая каменная задница нашлась у Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно он в 1922 году, в апреле, становится генеральным секретарем партии и берет в свои руки организационную, кадровую и бумажную работу внутри партии. Надо сказать, что те, кто потом будут оспаривать у Сталина его первенство, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, не разглядели сначала вот всей той мощи, всей той силы, того потенциала, который таила в себе вот эта вот должность генерального секретаря. И когда им было предложено занять эту должность, они от этой должности, по сути дела, отказались, предпочитая руководить либо собственными партийными организациями, как Зиновьев, например, возглавлявший парт-организацию Ленинграда, или занимать более яркие посты, выступать с речами, публиковаться в газетах, блистать на митингах, а не скучно и нудно бюрократически перебирать бумажки. Но именно вот это вот перебирание бумажек позволило Сталину и проталкивать свои идеи, которые он, Сталин, считал правильными, в проекты постановлений партийных органов. И именно вот эта должность позволила Сталину продвигать на значимые, важные государственные и партийные посты своих людей, своих сторонников, убирая с этих постов тех, кто был сторонником других. С мая 1922 года фактически отходит от руководства страной Владимир Ильич Ленин. В мае 1922 года с ним приключается тяжелая болезнь, его настигает первый инсульт, Ленин частично парализован, вынужден лечиться и дальше приступы этой болезни будут все ближе и ближе загонять Ильича к могиле. Фактически Ленин уже не руководит государством. Он пытается сохранить какую-то работоспособность, он пытается каким-то образом участвовать в делах страны и еще поучаствует, например, в разработке принципов создания СССР. Но всем уже было понятно, что Ленин уже скорее история, чем реально действующий политик. Тем более, что приступы болезни Ленина все повторяются, повторяются и повторяются. В декабре 1922 года только-только отправившийся от инсульта Ленин снова получает кровоизлияние в мозг, повторный инсульт, полный паралич. И практически весь 1922 год Ленин уже даже не в Москве, не в Кремле. Он под наблюдением врачей лучших специалистов России и призванных из-за рубежа специалистов наблюдается в таком своеобразном санатории в селе Горки под Москвой. Вот там в Горках Ленин пытается реабилитировать собственное здоровье. И в октябре 1923 года даже на какое-то время возвращается к работе, возвращается в Москву. Но в январе 1924 года Ленина разобьет третий инсульт. И этот третий инсульт будет уже для Ленина фактически смертельным. На вот этом фоне ленинской болезни партия поручила организовать заботу о Ленине, лечение Ленина и реабилитацию Ленина, конечно же, Иосифу Вестарионовичу Сталину, которого сам Ленин высоко ценил и неоднократно называл наш прекрасный грузин. Сталин взялся за это дело и впоследствии противники Сталина будут обвинять его в том, что под предлогом заботы о Ильиче, о вожде партии, Сталин фактически узурпировал любые контакты с Лениным и именно Сталин устранил Ленина от управления страной. Это, скорее всего, очередное натягивание совы на глобус, хотя нельзя не сказать, что в том же 1922 году, в конце 1922 года, незадолго до второго инсульта между Лениным и Сталиным произошел достаточно серьезный конфликт. Дело в том, что врачи запрещали Ленину много работать и требовали, чтобы Ленина оградили от последних политических известий. Ленин, человек холерического темперамента, очень живо переживал все события, которые происходили в мире, требовал, чтобы ему давали информацию. Настоящий трудоголик, он желал работать, даже будучи вот таким вот уже тяжело больным человеком, но это его фактически убивало. Сталин это запрещал. И тогда Ленин стал пытаться получать информацию через свою жену и партийного товарища Надежду Константиновну Крупскую. А Крупская своему Володеньке, конечно, свежие газеты, свежую информацию поставляла. И у Сталина это вызвало резкое негодование. Сталин достаточно грубо поговорил с Крупской, обвинив ее в нарушении больничного режима Ленина. Крупская расстроилась до глубины души, нажаловалась Ленину. Ленин написал записку Сталину с требованиями извинения. И в том же 22-м и в начале 23-го года вот этот конфликт, видимо, до конца не был полностью урегулирован. По крайней мере, он нашел отражение в тех документах, в тех работах, которые Ленин написал уже в последний, так сказать, период своей жизни. Все вот этот вот совокупность работ написаны в конце 22-го, 23-м году Лениным. Да, это такие работы, как «Как нам реорганизовать рабкрин?» к вопросу о национальном вопросе и об автомизации. Да, лучше, меньше, да лучше и так далее. Вот эта вот совокупность работ называется среди историков политическим завещанием Ленина. Но главным политическим завещанием считают письмо к съезду, которое по общепризнанной версии было написано Лениным в конце 22-го года, как раз после конфликта со Сталином. И в этом письме, которое Ленин адресовал 13-му съезду партии и настаивал на том, чтобы оно было оглашено уже после его смерти, Ленин дает характеристику всем своим основным, так сказать, возможным преемникам. В этом письме Ленин дает характеристику Сталину, Троцкому, Зиновьеву, Пятакову, Бухарину. И у каждого из них находит какие-то серьезные изъяны. Сталин у Ленина здесь слишком груб, Троцкий излишне увлекается административной стороной дела, Зиновьеву припоминается двурушническая позиция в октябре 17-го года и противодействие октябрьскому перевороту Бухарина, хотя и называют любимцем партии, но считают не вполне марксистом. В общем, складывается ощущение, что Владимир Ильич Ленин так это раскритиковал всех своих возможных преемников. И потом вот это вот письмо к съезду, которое, кстати, попало в руки Политбюро и было известно членам Политбюро, члены Политбюро решили на съезде озвучить, но не публиковать, поскольку Ленин действительно прошелся по всем. Те, кто сегодня является сторонником антисталинской позиции, говорят о том, что этот документ яркое свидетельство того, что Ленин требовал снять Сталина с поста генерального секретаря партии, и это на самом деле было так. Ленин требовал снять Сталина с этого поста в своем письме к съезду. А вот те, кто является скорее симпатизантами Сталина, говорят о том, что вполне возможно, что вот это письмо к съезду было написано не Лениным или не совсем Лениным. Хотя бы потому, что сам Ленин писать в силу паралича не мог и занимался только диктовкой этих писем, которые потом передавались членам Политбюро. И какие могли быть внесены изменения, и по чьей воле могли быть внесены изменения в те или иные тексты вот этого письма к съезду, не очень понятно. Поэтому сегодня есть целая группа историков, которые считают, что письмо к съезду это не Лениным продиктованный документ, а документ созданный, ну такой своеобразный фейк от лица Ленина, созданный в рамках внутрипартийной борьбы, которая шла в партии большевиков. Так или иначе, политическое завещание Ленина не ответило на главный вопрос, кто должен быть преемником. Это вообще на самом деле будет большой проблемой советского государства, потому что очевидного механизма того, кто должен занимать после смерти очередного вождя главное место в партии и в государстве, системы не было. А раз не было системы, это всегда давало большой простор для всевозможной подковерной борьбы. Так или иначе, 21 января 1924 года, в те самые дни, когда шел Второй Всесоюзный съезд Советов, принимавший Советскую Конституцию, Конституцию СССР, умирает Владимир Ильич Ленин. Умирает от обширного кровоизлияния в мозг 21 января. Похороны Ленина, несмотря на то, что дело происходило зимой, и мороз был страшенный за 30 градусов, стали одним из самых массовых событий вообще в советской истории. Огромное количество людей с искренним горем шли прощаться с вождем мирового пролетариата, с Владимиром Ильичом Лениным, пытаясь хотя бы напоследок запечатлеть образ этого человека в своей памяти. О Ленине замечательный наш поэт Владимир Владимирович Маяковский, как раз в те дни, в дни прощания с Лениным, написал замечательную поэму Ленину. Рекомендую ее к прочтению, написано очень сильно. Так или иначе, когда у нас говорят о смерти Ленина, очень часто сегодня всплывает такой миф, транслирующийся различными монархическими, либеральными публицистами, историками, миф о том, что Ленин стал жертвой сифилиса. Что он, дескать, еще в юности заразился сифилисом, и в конце концов этот сифилис его доконал. Данная версия является историческим мифом, ничем не подтверждена. Более того, те специалисты, которые лечили Ленина, а потом исследовали его останки, достаточно четко, причем зарубежные специалисты говорили, что версия о каком-либо сифилисе полностью несостоятельна. В конце концов, у нас ведь до сегодняшнего дня сохранились образцы тканей Владимира Ильича, и если бы была такая политическая воля, вполне можно было бы произвести исследование, которое бы четко определило, был Ленин болен этой неприятной болезнью, с таким вот, как бы сказать, немножечко неприличным душком, или не был. Но это до сих пор не сделано, что, наверное, очень удобно для тех, кто распространяет этот самый миф о Ленине сифилитике. Гораздо более здравой выглядит версия о том, что Ленин умер в результате последствий того покушения, которое на него было совершено при участии Фанни Каплан еще в 1918 году. Дело в том, что те пули, которые тогда попали в Ленина, выпущенные якобы из пистолета Каплана, это до сих пор не определено точно, эти пули не были полностью извлечены. И одна из пуль осталась в теле Ленина всерьез, пережимая один из крупных кровеносных сосудов, аорту. И вот эта вот пуля, по мнению многих, являлась причиной того, что Ленин и умер. Вот эта самая пережимающая аорту пуля постоянно приводила к недостатку кровообращения мозга. И это в конце концов и свело Ленина в могилу. Ходили версии о том, что Ленин стал, так сказать, жертвой того же самого покушения, где пули были отравлены, и вот теперь вот яд его добил. Но так или иначе Ленин умирает. Надо обязательно сказать о той роли, мы прощаемся вот с этим великим человеком, и надо обязательно сказать о его роли, которую он сыграл в истории. Персонаж, который вызывает огромное количество споров. Персонаж юбилей, со дня рождения которого 150 лет мы отмечали весной этого года. Этот человек был не только крупнейшим теоретиком марксизма, который внес очень серьезный вклад в развитие и теории Маркса, теории научного коммунизма, и в марксистскую философию. Ленин был и создателем коммунистической партии, партии нового типа, по образцу которых сегодня создаются коммунистические, да впрочем и другие партии по всему миру. Это был еще и человек, который являлся создателем советского государства. И в самые тяжелые годы советского государства, в годы гражданской войны, именно он руководил страной. Неимоверное напряжение сил было еще одной причиной, которая свела Ленина в могилу. Сразу же после смерти Ленина было принято решение увековечить его память. Город Петроград, город трех революций, теперь стал называться Ленинградом. Потом, после распада СССР, ему вернули историческое название Санкт-Петербург, но область до сих пор называется Ленинградской областью. Тело Ленина было принято решение сохранить, сохранить для будущих поколений. И для него архитектор Щусев построил тот самый мавзолей, который мы сегодня можем видеть на Красной площади, у стен Кремля. Был учрежден высший орден в Советском Союзе, орден Ленина, который вручался за самые выдающиеся достижения. И было создано огромное количество организаций имени Владимира Ильича. Носить имя Владимира Ильича Ленина было для советского человека, для организации, любой организации в Советском Союзе, очень и очень почетно. Имя Ленина носила молодежная коммунистическая организация, Всесоюзный коммунистический союз молодежи, знаменитый Ленинский комсомол. Имя Ленина носила и та школа, в студии которой мы сейчас дописываем эту лекцию. Наша Екатеринбургская, точнее тогда Свердловская гимназия номер 5 была единственной школой в Советском Союзе, которая носила имя Ленина. Теперь Советского Союза нет и имя Ленина всеми силами стараются замарать, но вычеркнуть этого человека из истории невозможно. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что Ленин это один из самых важных людей не только в российской, но и во всемирной истории, по крайней мере, в 20 веке, а может быть и во всей человеческой истории. По крайней мере, именно этот человек запустил первый в истории альтернативный проект устройства общества, который будет построен не на принципах конкуренции, а на принципах кооперации, и не на принципах сегрегации, неравенства, имущественного расслоения, а на принципах свободы, равенства и братства. А о том, что творилось в партии большевиков после смерти Владимира Ильича Ленина, мы с вами поговорим на следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.